В эфире служба новостей Саров-24 в студии Марии Руниц. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. Родительское собрание. Когда начнется капитальный ремонт 10-й школы? Работать только в удобное время в России отмечает День фрилансера. Матч звезд. Хоккейный клуб Саров-Инвест встретился с чемпионами Нижегородской области в высшей лиге. Далее расскажем обо всем подробно. Здание 10-й школы по улице Шверника 19 больше года назад было признано аварийным и детей временно расселили в 3-й, 15-й лицей и 7-ю школу. С этого момента педагоги и ученики начали ждать возвращения в родные стены. Однако капитальный ремонт здания не начался до сих пор. Все документы готовы, но не решен вопрос финансирования. Обеспокоенные родители учеников 10-й школы обратились в редакцию нашего телеканала. Школьный двор и коридоры пустую. Детей уже давно раскидали по другим школам старого района. Каждая семья привыкала к новым условиям, как могла. И вот сегодня, когда прошло уже больше года, с момента признания здания 10-й школы аварийным, у родителей появился повод встретиться и обсудить насущные проблемы. За целый год каждое утро вопрос об одном и том же. Мама, я хочу в свою школу, я туда идти не хочу. Здание школы, построенное еще в советские годы, не выдержало и дало огромные трещины, которые заметны и невооруженному глазу. В плане капитального ремонта заложена их стяжка, а также утепление и реконструкция фасада, замена окон, тщательный внутренний косметический ремонт и обновление материально-технической базы. Только вот когда начнется ремонт и когда дети вернутся в родные стены? На последней встрече Алексей Викторович Голубев обозначил сроки, именно начало обучения наших детей после капитального ремонта здания 10-й школы с 1 сентября 2019 года. Задуматься о ремонте школы нужно было уже давно, практически единогласно заявляют родители, особенно те, кто живут рядом и уже в течение нескольких лет наблюдают, как здание ветшает и приходит в негодность. Проблема не только в нашей школе, потому что это случилось не вчера, не мгновенно. Школу довели до такого состояния, школу не могут отремонтировать. К сожалению, экстренный переезд в чужие стены негативно сказался на успеваемости. Адаптация и привыкание к новым условиям и другие факторы. Сегодня некоторым ребятам приходится преодолевать пол старого района пешком, чтобы добраться до места учебы. Первый класс у нас мы сейчас идем, мы будем заниматься на базе третьей школы. Ну это как подсобное помещение. Вот как? Я как бы специально ребенка оставляла, вот наш дом, чтобы мы ходили вот сюда, чтобы меньше дорог, меньше всего. Как вот мне сейчас его водить в первый класс туда? Нам же детям иногда приходится сидеть в актовом зале, просто учиться, а писать на коленях, на стульях, когда там в гвозди впиваются в спину или в ноги, тоже не очень приятно. И сама седьмая школа, поскольку здание тоже не совсем новое. К счастью, переехать из аварийного помещения десятой школы удалось за считанные дни. Но на первое время в седьмой школе была даже введена вторая смена, которую удалось отменить благодаря слаженной работе педагогов и родителей. Параллельно с вопросами организации учебного процесса сразу в трех точках, руководству школы пришлось погрузиться в тему финансирования капремонта. Нам обозначали сумму 135 миллионов, причем будет осуществляться мероприятие по программе софинансирования. 30% за счет местного бюджета и 70% за счет областного бюджета. То есть местный бюджет сегодня готов принять на себя нагрузку, эти деньги выделены. Для капремонта вопрос за областным финансированием. А пока родители обсуждают свои проблемы в соцсетях и любым образом стараются привлечь внимание общественности. Специально для этого на экстренное родительское собрание пригласили представителей городских СМИ. Часть городских проектов была немножечко отодвинута на другие планы, потому что школьное образование одно из самых важных. Поэтому в этом году уже выделены средства на проведение центра для проведения ремонтных работ. Официальные комментарии по вопросу капитального ремонта 10-й школы администрации города обещают дать в течение этой недели. На этой неделе в полицейскую сводку вновь попали дети, но уже не в качестве пострадавших. Трое несовершеннолетних решили получить деньги на карманные расходы незаконным путем. Пока двое ребят отвлекали продавщицу одного из магазинов города, третий зашел за прилавок и вытащил из кассы 600 рублей. Чем еще запомнилось в прошедшей неделе сотрудникам правопорядка, расскажем в следующем репортаже. С наступлением устойчивой теплой погоды у полиции прибавилось из сезонных правонарушений. Главной целью жуликов в летний период становятся дачные участки сыровчан и велосипеды, оставленные возле торговых центров и образовательных учреждений. Одно такое хищение произошло возле детской школы искусств номер 2 на улице Московской. Вот что рассказала гражданка ТЭ, которая написала заявление в полицию по этому случаю. Ее сын оставил велосипед на улице, не пристегнутый детский велосипед, сходил на занятия, через 30 минут возвращается, велосипед отсутствует. Правда, эта история закончилась благополучно. На следующий день мальчик сам нашел свое имущество недалеко от места хищения. Видимо, злоумышленники бросили добычу, прокатившись по району. Остальные 4 пропавших на этой неделе велосипеда до сих пор и ищут. У сотрудников ГИБДД неделя выдалась относительно спокойной. На улицах города произошло всего 14 ДТП и только в одном были пострадавшие. Произошло оно на дороге на озеро Протяжное. На автодороге, ведущей на КПП-1 от улицы Ключевое, 6-й километр. Значит, водитель автомашины 98-го года рождения не справился с управлением, совершил опрокидывание транспортного средства. Приехавшие врачи скорой помощи зафиксировали незначительные ушибы различных частей тела. И после осмотра пострадавший был отпущен домой. А водитель еще долго будет думать над тем, почему не стоит превышать скорость на извилистой дороге. Кирилл Васильев, Артемий Глазков, Сергей Рябов. Служба новостей Саров-24. Театр-студия «Мы» приглашает Саровчан на благотворительный спектакль «Друг мой Колька». Он пройдет 17 мая в молодежном центре в рамках благотворительного марафона «Город единства непохожих». Начало в 19 часов. Другая важная информация в подборке коротких новостей. Департамент городского хозяйства обращается к владельцам брошенных автомобилей «ВАЗ-11113», который находится на стоянке у перекрестка улицы Раменская и улицы Курчатова, и «ГАЗ-3110», припаркованный возле дома номер 80 по улице Московской. С настоятельной рекомендацией убрать свое имущество до 3 июня. Если этого не произойдет, машина эвакуирует на платную стоянку, а затем отправит на утилизацию. Более подробную информацию можно получить по телефону 977-29. Ассоциации многодетных семей Московской области «Много нас» приглашает саровчан принять участие в бесплатном целевом дистанционном обучении многодетных родителей по программе «Профессия мама. Семейный детский сад». Дополнительная информация у специалистов Управления социальной защиты населения по телефону 789-31 и 755-83. Саровчане могут получить личную книжку волонтера. Право на получение документа имеют ребята, занимающиеся добровольческой деятельностью более полугода и зарегистрированные на территории Нижегородской области. Жители города до 18 лет могут получить книжку в Департаменте по делам молодежи и спорта. Для этого необходимо зарегистрироваться в качестве волонтера на сайте добровольца-россии.рф и получить личный идентификационный номер, представить в Департамент заявление, две цветные фотографии 4х3 см, копии рекомендательных благодарственных письм и грамот, подтверждающих участие в волонтерской деятельности, письменные согласия родителей. Волонтеры от 18 до 30 лет самостоятельно регистрируются на сайте добровольца-россии.рф и получают там книжку в электронном виде. Еще несколько лет назад заработок в интернете считался чем-то несерьезным, занятием для подростков, которые хотят получить немного денег на карманные расходы. Но уже сегодня среди тех, кто работает удаленно, есть настоящие профессионалы своего дела. Ежегодно 14 мая по всей стране отмечается День фрилансера. Письменный стол и три компьютера, но не в офисе, а дома. Это рабочее место Нелли Федосенко. В далеком 97-м году женщина делала первые шаги во фрилансе и, как она сама говорит, на коленке собрала собственный сайт. И все это время Нелли не переставала учиться, осваивать новые технологии, искать оригинальные идеи. Мне это очень трудно все давалось, вся эта техническая часть. Я просто села и поняла, что я буду двигаться, если каждый день по чуть-чуть, я достигну своей цели. Нелли начинала работать копирайтером, но вскоре любопытство вывело ее на новые направления. Сейчас она успешно введет в сети интернет различные вебинары, а в планах уже открытие собственной онлайн-школы. Имея за плечами 20-летний опыт, точно знает, какими качествами должен обладать свободный работник. Во-первых, дисциплинированность, потому что ему самому себя заставлять работать надо. Во-вторых, любопытство, чтобы узнавать что-то новое. Во-первых, чтобы нишу свою найти, нужно интересоваться всем. Нужно идти в интернет, смотреть, интересоваться. Одни стали свободными работниками в силу каких-то внешних обстоятельств, другие ушли с насиженных мест из-за внутренних посылов. Наталья Мышо уволилась с хорошей должности, когда уже не смогла работать по указке, не имея возможности развиваться как личность и как специалист. По ее мнению, фрилансер свободен от давления сверху. Свободен от необходимости выполнять решения, с которыми он не согласен. И те решения, которые он не хочет выполнять. И свободен от внутреннего раскола, когда думаешь так, а делать надо по-другому. И вот уже 8 лет она сама выстраивает свой рабочий график, ищет клиентов, повышает профессиональную квалификацию. Быть фрилансером – это большая ответственность, которую ни на кого не приложишь. В этой деятельности каждый решает самостоятельно, с кем сотрудничать и какие услуги предлагать заказчикам. Для некоторых это подработка, в то время как для других – стабильный, хороший доход. Елена Грецкова, Константин Островский, Владимир Лисик, служба новостей, Саров-24. Воспитанники 19-го детского сада выступили с праздничным концертом перед посетителями отделения дневного пребывания Центра обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов. В программе выступления юных артистов – песни, зажигательные танцы и настоящая театрализованная постановка. Педагоги 19-го детского сада уделяют большое внимание эстетическому воспитанию детей. Поэтому собрать концертную программу из интересных номеров им не составляет особого труда. Тем более, что юные певцы и танцоры уже выступают на различных площадках города. Мы просто бежим уже сюда, уже с концертной программы. Детки уже спрашивают, а когда мы пойдем к бабушкам, когда мы подарки сделали уже для бабушек, для дедушек, подарить бы их скорее. Танцы в ярких костюмах, трогательные стихотворения и добрые песни. Выступления юных артистов не оставили равнодушными ни одного зрителя. Дедушки и бабушки активно подпевали ребятам и поддерживали их творческие начинания. В этот день на сцену вышли и самые юные ребята-воспитанники младших групп, и те, кто постарше, кому уже совсем скоро предстоит попрощаться с детским садом и пойти в школу. Ребята не ограничиваются одними музыкальными занятиями в родном Лучике. Многие из них знакомятся с творчеством в детских школах искусств. Пою и танцую. Мне очень нравится. И играю на пианино. Мне нравится петь, выступать, дарить всем теплоту и свет. В конце праздника ребята подарили зрителям поздравительные открытки, которые они сделали своими руками. В Нижнем Новгороде прошла торжественная церемония закрытия хоккейного сезона 2017-2018. Кубками и медалями награждали призеров и лауреатов чемпионата и первенства Нижегородской области, а также лучших судей и тренеров этого сезона. Хоккейный клуб «Саров Инвест» не только получил чемпионский кубок, но и принял участие в матче звезд. На льду Нижегородского фока встретились триумфаторы этого сезона. Победители областной высшей лиги команда «Уран» из Дзержинска и чемпионы первой лиги клуб «Саров Инвест». Организаторы подготовили для спортсменов мастер-шоу. Хоккеисты принимали участие в эстафете, определяли, кто из них самый точный, а также старались забить самый эффектный булит. Сразу после мастер-шоу лучшие команды области встретились в товарищеском матче. Хоккейному клубу «Саров Инвест» удалось распаковать ворота чемпионов ВХЛ в первые пять минут первого периода. Но соперник не собирался уступать. Высокие скорости, острые атаки, как итог, счет на табло 4-4. Игра выдалась интересной, несмотря на то, что обе команды уже давно закончили активно тренироваться. Поиграли в свое удовольствие, показали хоккей, показали то, что мы можем делать, несмотря на то, что уже долгое время находимся на игровой площадке. Отличный матч, он впервые проводится, я думаю, войдет в традицию проводить такие матчи каждый год. Команды равные, всех было желание победить, никто уступать не хотел в таком матче, памятным. Это первый подобный матч в области, и, как уверяют организаторы, он станет традиционным. Матч звезд – это своеобразная дань уважения тем командам, которые стали победителями и доказали, что они сильнейшие. Несмотря на то, что в областных первенствах играют любители, зачастую именно они становятся флагманами региона. И на них равняется подрастающее поколение спортсменов. И детям есть на что равняться, к чему стремиться. Это очень важно. И мы очень рады, что команда «Саров» вернулась в первенство в области. А на следующий год она будет в чемпионате уже выступать по высшей лиге. И я считаю, что эта команда очень достойна и поборется еще, наверное, за медали. Сразу после игры всех участников чемпионатов и первенств ждали на торжественной церемонии награждения. Медали и кубки вручали лучшим детским, юниорским и мужским командам сезона. Среди мужчин соревнования стали намного интереснее, намного профессиональнее с приходом новых команд, с приходом новых игроков команды. Очень приятно, что хоккей не останавливается на месте, хоккей развивается и развивается широкими шагами. Также организаторы подготовили и индивидуальные награды. Тренер хоккейного клуба «Саровинвест» Сергей Кулебакин стал лучшим тренером мужских команд. А саровчанин Сергей Еремеев – лучшим защитником первенства первой лиги. Это очень приятно, во-первых, то, что тебя выделили, заметили. Но это будет очень почетно. Областной хоккейный сезон 2017-2018 официально закрыт. И теперь ребят ждет отдых. Но продлится он недолго, потому что в новом сезоне в планах у хоккейного клуба «Саровинвест» участие в первенстве в высшей лиге области. И это все, о чем мы успели рассказать вам сегодня. Следите за новостями города на нашем канале в Ютьюбе и в группах в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбук и Одноклассники. Также вся актуальная информация на сайте саров24.ру. В студии работала Мария Рунич. Всего вам доброго и хороших вам новостей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова